Приглашение. Для нас это большая честь быть здесь с Вами и поговорить с Вами о нашей любви туристов. Сейчас мы видели нашу маленькую хирургику, где мы надеемся о своих впечатлениях, которые не чувствуют, когда путешествуют в группе. А сейчас я немножко о себе и о своих делах. Наша фирма является одной из главных турбераторов Италии в сфере автотуризма. То есть, мы организуем пули везде, по всему миру, на камперах, на закрываниях. Мы основали свою фирму в 2000 году. И первый год были друзья, паркурузы и яны. Мы организуем пули в сфере автотурии, по всему миру в 2015 году. Мы общаемся и работаем с самыми важными турбами Италии. И на следующей неделе будем работать и путешествовать с русскими камерами. Сейчас немножко я хочу рассказать, как Вы путешествовали. У нас всегда, в наших группах, в наших группах есть много турберов. И наши турберы говорят, что у нас много турберов. Есть те, которые говорят по-русски, по-английски, по-исмански, по-французски, чтобы все группы чувствовали себя комфортно. И поэтому работаем с группой из агентств. Когда там и агентствентуры, мы ищем и уже давно работаем с поднями и хорошими турфирмами, и выбираем, чем будет пока числа и хороших видов, которые с нами будут. И надеемся, что все получается. Сейчас я хочу рассказать, что туризм авто, туризм в саде, за очень-очень на скорости на минуту. Существует много клубов, которые организуют встречи. Допустим, уикенд, неделя. Где можно посещать городов, особенно в Италии, и в течение двух-трех дней. А потом, если тюрьмы, как мальчика, допустим, организуют доли семи дней до четырех месяцев. Даже, ну, как вы видели, мы были в Китае. Вот, сто двадцать дней, и в Камбуро. Мы из ретавра дали до Китая. И вот, через Панголы, уже в Сибири, и вот. Поэтому, если кто для всех, это взятие. Кто-то может выбирать свой дом. И вот, когда мы выбираем... А, вот, я хочу сказать, что наши турки участвуют в бездреве. С семьи с детьми. И, эээ, морали. Поэтому, каждый у нас может существовать. Я несколько раз был в России. И я жил в России несколько лет. Вот, в Петербурге. Там поработал. Потом начало существовать. И я дали два времени на Камбуро. Вот. Несколько раз был в России. Почти Камбуро. Это, наверное, не получилось. К сожалению. Но, надеемся, что скоро все вернется как в Кеджин. Вот. И... Обычно мы едем, как сказать, в Хеминии. И стоянки специальные ребята. Вот. Вот. И, эээ, в России. Мы... Мы, эээ... Мы нашим фуэрик в России. Ээээ... Ээээм... Ээээ... Эээ... Ээээ... Ээээ... Эээ... 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 Это был не очень особенный, но в следующем году, в 2021 году, надеемся, что мы можем совместно участвовать. Мы очень рады с вами встречать итальянских кампалистов. Думаю, что для вас может быть интерфейная авиастовка, потому что можно рекламировать новые маршруты для коронёров визит Али. Надеюсь, что скоро увидимся и в России, и в Али, где мы можем существовать вместе. Спасибо большое за приглашение и большое привет всем. И до следующей встречи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, господин Майкини. Действительно, на самом деле, очень было зашевляющее выступление. Не знаю как вам, но мне очень понравилось, что партировка итальянцы действительно не посту переключались не только в России, но и в Монгобии, в Украинске, в различных странах Соединённого Королевства, в Скандиналии, в Африке. И на всех слайдах мы видели не только их кемперы, но и улыбки на лицах людей разного возраста. На самом деле, мне кажется, что первое, что я готов сделать после того, наконец, эти карантинные ограничения рухнут, и вот я уже готов отправиться вместе с господином Майкини в приключения на кемперы. И важно, где. Ну, лучше, конечно, в России, но можно и начать с Италии, и объехать друг от сверху. Но, вместе с тем, как мы знаем, Италия не единственная страна Европы, где используются и популярные африкеры. Одной из таких стран является и Хорватия. И, чтобы обновить череду онлайн-наступлений, я приглашаю на эту сцену директора национального комплекса по туризму в Хорватии, Ружичко Райкова. А, господин Ружичко расскажет нам о поводе развития кемперов и каравани в Хорватии, ну, и развитии, конечно же, господин Майкини въездов к авторизму. Приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем спасибо огромному организациям, что пригласили меня в Суздаль. Очень хорошо вернулся обратно в этот красивый город, в этот красивый регион. Так что я здесь кайфую и постараюсь не ломать ваш кайф. Так что я быстренько отправляю женщину в презентации. Знаю, что везде не послужило так концентрироваться. Если будут любые вопросы, вот я здесь, так что можно спрашивать. Окей. Добро пожаловать в рассказ о Хорватии. Можно в следующий сайт. Я действительно буду быстро. А вот могу я сам, да? Могу? Все. Отлично. Маленькая страна. Очень маленькая страна. Хорватия вот прямо вот в сердце Европы. Мои венгерские друзья постоянно обижаются на меня, когда я говорю, что Хорватия в сердце Европы. Потому что венгер говорят, что она, что вебель в сердце Европы. Но примерно мы все вместе в этой сердце Европы. Но очень географически, как я написал, разнообразная страна. Три климатические зоны. Наша страна выглядит вот так. Когда вот континентальный час. Годный час. Море. Так что вот очень все интересно посмотреть. Четыре миллиона Хорватов, которые живут в Хорватии. Значит, у нас не такая небольшая страна. Нас немного. Но в год принимают примерно 20 миллионов туристов. Так что вот один Хорват. Поэтому министер должен быть крепкий. Потому что один Хорват должен работать с чем-лимами, чем-лимами туристов. Можем забраться в Хорватию по мобилу. Можем по морю. Можем по дороге. Можем по воздуху. Можем по воздуху. Можем через весло. Есть всякие разные варианты, как власть в Хорватия. Но вы видите в Европе, где открывается в нашем сердце. Вот так что я немного. Я сказал правду. Немножко про цифры. Как я сказал. 20 миллионов туристов в год. 108 миллионов на шоу. Представляете, сколько у нас. Бедную Хорватов придется работать. Приехали. Работают. И работают. Слажновато, да. Топ туристических регионов. У нас их не так много, как в России. У вас, если вам не о чем говорить. Там 7-8 миллионов регионов. Истрия. Адавация парня. Такое. 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 направление Хорватии. Проживание. Вот. С детства очень интересен для всех вас, которые интересуются кемпингом. Ателью. Вот. 175 тысячи кровать. Кемпинги. 225 тысячи кровать. Значит. В принципе. У нас в Хорватии больше народу приезжает и ждет кемпинга, чем куда-то гостится. Ателью. На этой, как называется, паина. Питка. Вот видно, что в кемпинге 21% всех наших коев из Хорватии. Как у вас проживания будет длительное размещение? Вот это всякие апартаменты. Значит. Вот даже вот эти кемпинги. Что у нас пока читаете, это кемпинги. Так что еще не разобрались. Но для Хорватии это очень-очень важная часть туристического направления. По регионам. Вот если я вот номер обиде. Кто из вас был в Хорватии? Одна молодая ответка. Нельзя брать. Да, все знаем. Нельзя, не надо думать. Окей, Истрия. Вот это с северной частности Адриати, когда вот полуостров Истрия. Ну, как и можете видеть вот на этом слайде, большинство наших кемпингов находится в Истрии. Это же самая большая часть кемпингов, Адриати, это Истрия. Почти 50% всех коев, всех пастей находятся на полуостров Истрия. Истрия на самом углу левом, и по том, что мы стоим на полуостров Истрия. Истрия находится в городе Дунгл. Это просто, что люди, опять-таки, отлично. Вот где у нас кемпинги? Да, вот. У нас их очень много. Для нас это очень важная, важная грань туризма, важное направление. Поэтому, действительно, в Харватии очень много. Ну, и как можете заметить на этом слайде, на этой картинке, очень мало в этих кемпинтальных частях. Значит, вот это наше будущее. Вот это, примерно, происходит то, что происходит у вас в России. Значит, вот у вас часто отчиняет вот эта волна кемпингов, вот этих всех кемпингов. Вот то же самое происходит с северной части Харватии. Значит, мы всю свою жизнь. Мы в Харватии, потому что на ней не надо. Вот Бог дал красивое море. Бог дал все. Не надо слишком много париться. Вот у тебя есть апартаменты, где все. Вот туристы пришли, а доходы денежку оставили всех наших. Туристы обвиняются. Вот нет уже вот этих наших старых социуманистических туристов, что наших, что искали. Вот все что-то хотят. Давай что-нибудь новое. Давай новый продукт. Давай вот это. И вот нам пришлось работать. Начали работать вот эту Долотевскую участку. Рядом с морем. И сейчас подъем мы поднимаемся на веру. И вот в принципе, говорю, как то, что происходит в России, вот происходит в Харватии, в северной части, в континентальной части. Больше и больше новых кемпингов. Больше и больше новых глэмпингов. Это очень, очень интересный такой продукт. И мы с года в год обновляем вот эти наши капацитеты, наши возможности, дали инвестирование в эту часть помещения. Тут поток от в кемпингах. Это тоже всеми вам, которые занимаетесь кемпингами или инвестираете, или работаете в кемпинг, или думаете про этот бизнес. Вот это очень интересный график, который вам получается. С 2019 года, по 2009, по 2019, под рост по 25, 27 процентов. В принципе, это очень интересная история. И если посмотреть, что происходит, и по ночевкам, и по прибитям, значит, вот это действительно интересный вид туризма. И это очень такой, мне кажется, прибыльный бизнес, потому что больше и больше туристов приезжает на вот этот приятный объект. А в кемпингах лежает эта машина, вот спят в этих маленьких домиках. И действительно стоит инвестировать, стоит думать, стоит инвестировать в развитие вот этого вида туризма. Вот это средняя загрузка. Это в кровати, потому что я не знаю, как это будет у вас, но у нас это из-за того, что мы в принципе летное направление. Большинство туристов приезжают в течение лета. И вот этот графикончик вот прямо показывает, что большинство всех туристов, которые приезжают в Хорватию, вот начали где-то там апрельма и заканчиваются где-то сентября, ноября месяц. Вот тот же самый графикон. Получается, если мы смотрим, когда кто приезжает в Хорватию, и как это все выглядит по прибитям и по ночам, значит, все-таки во время вот какой-то период, где-то четыре-пять места дават пред летом и летом. Вот это топное направление сентябрьов. Вот и деличество на човок. Вот город Рубин, в принципе, гляд, маленький, красивый городок, миллион шестьсот тысяч на човок, вот только на кемпинге, да, значит, здесь нет апартаментов, здесь нет гостиниц, то есть вот темпинг. Еще раз очень важная вещь, если посмотрите здесь, большинство кемпингов в Хорватии выше высокий уровень категоризации. Значит, вот, что мы говорим, про четыре коллектива, что мы поняли, когда анализировали ситуацию с кемпингом в Хорватии, больше и больше туристов хотят жить в кемпинге, но хотят, чтобы жизнь в этих кемпингах была комфортной. Значит, вот, чем выше уровень кемпинга, чем выше качество жизни этих кемпингов, тем больше и качественных туристов туда приезжает. Если вы посмотрите, где-то 40, почти 45% от всех технических работ, значит, будет 4-5 звезд, 29% средний, вот, и сам есть уровень где-то 20-20%. Еще одна очень интересная вещь. Вот эта география страны и статологи слижают туристы. Вот, на первом месте, вот, коллеги для меня тоже говорили о своих туристах, да, вот, Германия, Словения, Австрия, Нидерланды, Италия, Чехия. Вот, почему интересны вот эти знания Нидерланды? Это достаточно далекий страненковать. Значит, вот это не сегодня я все облашу. И вечерком буду в Хорватии, да. Но вот эти ребята приезжают к нам, вот, и этой путешествия длится 1-2-3 дня, да. Так что, в принципе, для вас, как россияне, вот это тоже не должна быть проблема. То, что, не знаю, Россия далеко от Хорватии, это ничего не означает, а вот эти ребята, которые вот так путешествуют, 1-2 дня на дороге, это не страшно. И еще одно очень интересное, как это статистика, из поздравления транспорта для прибития у нас в Хорватии, да. Вот, если вы посмотрите, 64% это машина. Значит, вот страна, вот это, как я сказал, секция Европы, потому что большинство наших туристов, которые находятся в этих странах, которые в Европе, которые не далеко, в целом большином клиентах, да. И, может быть, метод тренинг, фактически за последние годы там 5-6 лет, даже больше. Става летом, потихонько разкрутанно, все равно автомобили добивируют, и тоже сам расчет кемперов, вот смотрим, 6%, 6%, потом 7%. Значит, увеличивается количество людей, которые приезжают на машинах, которые приезжают за свои, за свои дни, кемперы, да. Вот это у них у вас очень много, лучше, да. Вот, сейчас тоже можно посмотреть, какая ситуация у нас с кемпингами, где они находятся, значит, большинство находятся вот в этой части, я бы спорю, но так же вот в полицейской части больше и больше сгодом вот ставятся вот эти интересные точки, где можно надевать кемперы. Вот, если вы посмотрите, из всех этих наших кемпингов, 65% кемпингов, от 1.000 до 9.000 человек, значит, таких аграбельных кемпингов достаточно мало, да, вот эти клошады, да, клошады, а больше 100,5 женцы, где-то 100, 100, 400, 400, 65, значит, 400 тысяч человек. Значит, вот эти разные виды, разные размеры от таких кемпингов. Ну, это просто так, что вы посмотрите, как выглядели, как выглядели, из наших кемпингов. Основные цепочки, это работа, их еще интереснее. Несколько больших цепочек, сетей гостиниц, вот как Вала, как Маистра, делает где-то около 60% своего бизнеса на кемпинге, значит, без большей достиницы, но инвестируют в кемпинге, и фактически, самый главный бизнес получается из кемпинга. Вот еще один из этих сайтов кемпингов. Инфраструктура, значит, как я уже сказал, не старайся действительно, чтобы в кемпинге было все, не как вы приезжаете в кемпинг, вам просто хочется там оставаться. Все, что нужно для жизни, вот в кемпинге есть, значит, вы базируете сетами, и потом из кемпинга уже можно куда-то ехать, смотреть, но в принципе, все, что нужно для комфортной жизни, в наших кемпингах в большинстве случаев есть. Вот это, несколько разник, значит, вот и этот материал, и этот корни, и вот это техник, которые у нас разложены на поле. Вот, парочку фотографий. Вот тоже можно посмотреть, значит, и выписки озера, и на островах. Сейчас очень большой крылью до кровати делают маленькие глянки и на островах. Вот это вот, действительно, очень интересно, как это получается. если кому-нибудь из вас еще будут нужны какие-то контакты в кровати, наверное, спросить, договаривать, договаривать о том, что в какой-то бизнесе или работы, вот есть, пожалуйста, консортирация кемпинга, есть наш офис в Москве, так что, вот, в этом году пишите, и мы всю информацию, которую мы поможем, мы даем на наше оборудование. Вот еще немного, как это все у нас глядят. Вот это когда я говорил, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...